Спонсор выпуска Генофарм. Выбор чемпионов. Гормон роста, премиум качество. Приветствую вас, друзья. Всем вам хорошо известно, что самым крупным событием в мире фитнеса и бодибилдинга является турнир Мистер Олимпия, до которого остаются вот уже считанные недели. С 15 по 18 сентября этот турнир проводится уже с 1965 года. В этом выпуске я сделаю короткое обозрение главных претендентов на победу или на призовые места в открытой мужской категории по бодибилдингу. Это будет приблизительно 10 участников. Я вам покажу, как у кого дела, покажу самые свежие фотографии, ну и, в общем, обсудим, у кого какие шансы. Ну что, поехали! Начнем с самых титулованных и известных спортсменов, первым из которых, конечно же, будет Фил Хит, действующий чемпион. Информации по нему мало, но у него есть свой платный канал для тех, кто не знал. Правда, такие видео, естественно, я не могу переводить и дублировать, перезаливая их на YouTube опять, потому что это сразу будут штрафы. Так что, кто понимает английский, у кого есть финансовые возможности, можете подключаться к его сети Gifty Channel, VHX, TV и наслаждаться всеми самыми последними новостями. Это его свежий пост в Инстаграме, где он, перед тем, как приступить к утреннему кардио, рассказывает о том, как он терпеть его не может, ассоциирует этот свой степ-милл с девушкой, которой он пришел на свидание, она его любит, он ее нет. В общем, целый поэтический экскурс перед тем, как сделать то самое кардио. Такой вот в образе Фил. Благодарит нового спонсора уже, да. Кстати, об Ultimate Nutrition. Для тех, кто не знал, этот спортпит является спонсором и Декстера, тоже Декстера Джексона, и по совместительству главным спонсором турнира Мистер Олимпия в целом. Сейчас на ваших экранах, пожалуй, последнее видео, которое есть по Филу в сети. Всего пару дней ему Ханни Рэмброфт выкладывал его в свой Инстаграм. Для тех, кто не знает, это тренер Фила. Его еще называют тренером-чемпионом. Особо здесь, конечно, ничего не видно, но фирменные предплечья и плечи лучевые Фила уже очень четко отслеживаются. Еще одна свежая фотография в Инстаграме Фила. Здесь он рекламирует свои фэт-гриперы, ну и заодно нам руку свою показывает. И здесь он восстанавливается, хвалит свою девушку за то, что она кормит его, подносит ему все, пока он смотрит свой любимый японский аниме-сериал «Жемчуг дракона». Такое вот забавное увлечение у Фила. Дальше Кай Грин. Судя по предыдущему моему обозрению, до сих пор еще есть люди, которые не знают, что он не участвует в этом году, да и в прошлом году не участвовал, но несколько слов я решил все-таки о нем сказать. Почему? Потому что многие специалисты говорят о том, что в этом году у Кая просто лучшая форма вообще чуть ли не за все времена его. И что он совершает огромную ошибку, что на пике своей карьеры, на пике своей формы он пропускает мистер Олимпию. Такого как бы никто не делал, да еще и два года подряд. Сейчас он находится в Австралии, если быть точнее в Мельбурне, занимается промоушеном своего спортивного питания. Судя по его постам в соцсетях, да и по интервью, которые он давал после нескольких побед на Арнольд Классик, он и так вполне счастлив и без Олимпии. Ну а как там на самом деле, бог его знает, конечно. Для тех, кто совсем не в теме, напомню. Безусловно, он квалифицировался многократно причем, но сам отказался подписывать контракт на участие. Объяснения всегда давал расплывчатые, но судя по всему, это не какие-то противоречия с АФББ, потому что Арнольд Классик это как бы тоже федерация АФББ, а больше противоречия с организаторами самого Экспо при турнире Мистер Олимпия. Рекламные стенды, там какие-то просьбы, требования со стороны Кая, в общем, ему не пошли навстречу, и он решил, я так понимаю, встать в позу. Хотя это все, конечно, спекуляции, и что было на самом деле, официально так никто и не озвучивал. Дальше ветеран Декстер Блейд Джексон, самый опытный атлет, 47 лет ему. Отдельно останавливаться на нем не буду, потому что перевожу полноценную серию видео о его подготовке на своем канале. Для тех, кто не знает и не видел, оставлю ссылочку в описании и в качестве аннотации к этому видео. Дальше Шон Флексатрон Роден. Многие называют его самым эстетичным среди топового лайнапа Олимпии. Ну, так, чтобы не обидеть фанатов Седрика Макмиллана, можно сказать, что они разделяют это звание на двоих. Шона, как и Декстера, тренирует Чарльз Глаз, тоже в Голлс Джим Веннис Бич в Калифорнии, в самом, наверное, популярном зале во всем мире. Как и раньше, Шон очень суеверный, поэтому скрывает свою форму до последнего, постоянно тренируется в кофтах, толстовках. Единственное, что вчера он запостил вот эту фотографию, где можно хоть на руки его посмотреть. А так, полный штиль в его инстаграме анонсирует свой турнир Шон Роден Классик, который будет проведен 29 октября на Филиппинах, что любопытно. На подготовке в этом году с ним часто тренируются младший Серджио Олива и Гай Цистерина. Это бородатый участник категории до 220. Дальше Биг Рамми приседает 260 на повторение, как вы видите. Как обычно, наверняка будет самым большим на сцене. Правда, не всегда ему это помогает, но в этот раз есть смысл надеяться на то, что подведется он чуть лучше обычного. Недавно с ним начал работать новый диетолог после Денниса Джеймса и Джорджа Фараха Криса Цетта. Хотя, как вы знаете, Джордж ведет Кая, ведет Декстера, Бренча и довольно успешно, поэтому в его квалификации сомневаться глупо. Но, мало ли что, может Крис найдет какой-то особый подход к Рамме. Дальше, далеко не отходя от кувейтских монстров, поговорим о еще одном участнике команды Camel Crew, Рули Винклери. Недавно он отлично выступил на Arnold Classic, на New York Pro. Вторым стал после Декстера в обоих случаях. Феноменальные селфи туалетные, все они, все вы их уже видели. А вот совсем свежая фотография, где он подтягивается. Тоже актуальных фотографий совсем уж последних нет. Вот единственное это видео, его тренировочное, но он здесь тоже весь в балахонах и свитерах. Многие пророчат ему топ-5 в этом году. Ну, если он выставит такую же форму, как на New York Pro, я бы сказал, что у него есть все шансы. Но есть опасения, что он может выйти подзалитым на Олимпию. Дай бог, чтобы нет. Посмотрим. Теперь несколько слов о Деннисе Вольфе. Я делал отдельное видео о его проблемах. Он перенес операцию на шейном отделе позвоночника. Квалификация у него была, естественно, автоматическая с предыдущей Олимпии. Но он отказался от участия в этом году. Вот он делает очередное УЗИ своего шейного отдела. Вот его доктор. В общем, желаем Денису восстановления скорейшего и хорошего результата уже в следующем году. Дальше легендарный Кевин Леврони. Наверное, все-таки правильнее будет Леврони, потому что он сам себя так называет. Пару недель назад я переводил отдельное видео о его подготовке, где он говорил о том, что рассчитывает на топ-5. Считает, что это вполне реально. Хотя сразу после этого было обращение Фила, где он сказал, что недоумевает, на что вообще рассчитывает Кевин, потому что всем давно известно, что чемпион он, и ловить Кевину на этой Олимпии, в общем-то, нечего. Ну и совсем свежего, короткое видео с инстаграма Кевина в моем переводе. У меня есть своего рода индикаторы готовности. Когда я подвожусь к какому-то турниру, есть показатели. Один из них на моем предплечье, глядя на которое, я могу сказать, насколько я близок к нужной мне форме. Еще один из индикаторов – это внешние головки моих бицепсов, которые дают мне представление, на каком я этапе. Еще есть силовой показатель. Сейчас я на горизонтальном блоке, и для меня всегда знаком являлось, когда я могу потянуть полностью всю стопку, 300 пунктов в этой тяге сидя. И мне это не удавалось уже 13 лет. Ну и еще из последних видео, вот Кевин делает шраги со штангой на 260 килограмм. Желаем легенде удачи, что тут скажешь. А так выглядит Седрик Макмиллан за три недели до Олимпии. Хочу напомнить вам, что на главном Арнольд Классик Седрик занял второе место после Кая. Сам Арнольд отметил, что Кай победил исключительно за счет своего позирования. За счет своей пластики. Но вообще намекнул на то, что Седрик должен был побеждать. Хотя справедливости ради нужно сказать, что Арнольд всегда хвалил Седрика. И это, пожалуй, его любимый спортсмен из нынешней эпохи бодибилдинга. Виктор Мартинес. Ну, шансы попасть в десятку у него, наверное, невелики. Но все мы его прекрасно знаем. Многие за него болеют. Поэтому не упомянуть его я не мог. В этом году он очень мощно выступил на Нью-Йорк Про. В частности, занял третье место после рули Декстера. Случилось это после того, как он отправился в Кювейт. Теперь, как вы знаете, он готовится именно там, в составе компании Кэмэл Кру. Сам он очень доволен своим выступлением в этом году. И я думаю, что за него остается только порадоваться. И надеяться на то, что ему удастся протиснуться как можно выше. Теперь поговорим о темных лошадках. Новых, не настолько звучных именах. Которые тоже имеют все шансы попасть в топ-10. Начнем с Вильяма Бонака. Потому что новичком его назвать сложно. Выступает он уже довольно долго. Ему 34 года. Он из Нидерландов. Из таких достижений можно сказать, что он обошел Винклера и Макмилана на последнем Нордик Про. Как вы, наверное, догадались уже по фотографиям, он невысокий. Всего 165 сантиметров. Но выступать в категории 220, где выступает Флекс Льюис, бессменный чемпион, он не хочет. Выступает в открытой категории. Вес у него приблизительно на сцене 112-110 килограмм. В общем, если грубо, то по формату, скажем так, его можно сравнить с Декстером. Правда, в плане генетики, наверное, все-таки Вильяму повезло меньше. Я имею в виду мышечное брюшко, крепление мышц и скелет. Дальше Даллас Маккарвер. Самый молодой претендент на попадание в топ-10. Многие его называют одним из самых перспективных спортсменов. Сейчас ему всего 25 лет. На ваших экранах самые актуальные его фотографии. Сейчас он весит в районе 135 килограмм. На Олимпе он уже выступал впервые в прошлом году. Занял тогда 13-е место. В этом году он выступил на Чикаго Про и занял там первое место, таким образом, заработав очки на квалификацию на Олимпе в этом году. Кстати, кому интересно за ним последить, он довольно часто выкладывает свежие видео о своей подготовке на канале Redcon. Я так понимаю, что это его новый спонсор. Дальше Джошуа Ленартович, австралиец, 33 года. Можно сказать, что выстрелил он только в прошлом году, хотя тренируется уже довольно давно. Тоже снимает серию видео «Мой путь к Олимпии». Можете забить на YouTube канал Muscle Mills Direct. Каждую неделю они публикуют новый выпуск. Так что, кому интересен этот атлет, можете следить за ним. Нужно сказать, что тренируется он под покровительством Тони Догарти. Это один из самых матерых промоутеров Олимпии. И по совместительству владелец, вот сейчас, кстати, он на ваших экранах, владелец сети тренажерных залов Догарти Джим. Поэтому, естественно, как вы, наверное, уже догадались, скептики, которые говорят о том, что бодибилдинг – это политика и прочее-прочее, естественно, говорят о том, что Тони протащит Джошуа в десятку в этом году так точно. В общем, посмотрим, чем это все закончится. Дальше Джастин Комптон. Как вы знаете, он пропустил две Олимпии. Несмотря на то, что квалификация у него была, он сам осознанно отказывался от участия, потому что считал, что форма у него не готова. Поэтому, когда в этом году он стартовал сезон, все, естественно, ожидали от него многого. И тут опять, можно сказать, провал. Арно – четвертое место, дальше Австралия – третье. Просто конкретно от него ожидали большего после такого длительного перерыва. После этого Джастин собрался, проанализировал свои ошибки. Специалисты говорили о том, что это водянистость, широкая талия. И вот на гран-при Golden State он показал, по сути, свою самую массивную форму и в то же время самую качественную. После этого, несмотря на то, что квалификация на Олимпии у него уже была, он принимает решение все равно участвовать на Arnold Classic Asia, который проводился впервые в этом году. И он там занял первое место. В общем, если он довезет такую же хорошую форму до Олимпии, то у него есть очень хорошие шансы. Напомню, что Джастина тренирует Ханни Рембратт, тренер Хита, Буэндия. Так что ему прям предначертано чемпионское будущее. О чем, в общем-то, и говорят многие специалисты уже не первый год. Кто знает, может быть, в этом году Джастин таки выстрелит. В общем, подводим жирную черту под этим выпуском. Действительно, получился не то, поскорее обозрение. А что касается прогнозов, то мне кажется, что у всех они разные. Все болеют за разных спортсменов, у всех свои взгляды. Поэтому я предлагаю вам делиться своими прогнозами, своим мнением в комментариях под этим видео. Давайте обсуждать. Напомню вам, что вы смотрели канал Спортфаза Перезагрузка. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Будет еще много интересного. Всем счастливо, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok